привет ребята на иксах сейчас будет видео по замене ступичного подшипника ну видео получилось достаточно долгим поэтому интро небольшая все очень подробно описал сейчас я уже в конце процесса вот все подробно описал рассказал что как сделать как легче сделать как интереснее поэтому получилось долго и тех как бы торопык скорострел которые хотят все чтобы я показал там за 30 секунд попрошу как бы писать свои гнойные комментарии день тюсян сюда не лезть и вот для это видео для тех кто сам хочет это сделать и как бы параллельно еще какие-то мелочевки под собрать по косякам по подвеске там по потому что внутри так скажем поэтому здесь не только ступичный подшипника еще всякая разная мелочевка будет поэтому смотрите какой инструмент нужен все я рассказываю как все делается показываю по видео сейчас не буду перечислять вам надо будет это это то 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 посмотрите увидите как бы запишите если надо будет все интересно подробно смотрите пока а иксоводом привет сегодня одна из самых наболевших тем это подшипники ступиц сейчас я буду менять задней принципе операция недорогостоящая стоит ну около 1000 назад и 1500 наперед но если захотели размяться так диагностика такая во первых шум появляется во вторых вот смотрите но это уже фиаско братан это уже все подшипнику кранты никакого спец инструмента не должно потребоваться поэтому делаю а потом рассказываю что случилось и как бы для себя я буду пользоваться пневматикой для скорости вам конечно тоже советую но обычный инструмент вполне способен ее заменить уберите пожалуйста детей и всяких там капризных сейчас будет немножко мата вот смотрите ну так скажем начало работы дан крат многие работают на дан крате думают жизнь как бы одна но ничего не случится уверю вас что никакая экономия на сделанном самостоятельной ремонте не стоит вашей жизни не дай бог машина упадет вашим родственникам придется гораздо больше раскошелиться чем вы думаете и машина ну простите на хрен никому не нужна будет в этой ситуации поэтому какой-нибудь пенек чербачок в крайнем случае пара колес там куда-нибудь чтобы бог с ним машина упадет помялось но вы остались живы поэтому прежде всего собственная безопасность вот у меня настоящий есть заводской вот такой ну как его назвать подставка чербачок ладно давайте смотрите извините что сдержал сразу видно что будет меньшаться тормозной суппорт он крепится двумя болтами подключены 14 сзади вот так лучше откручивать накидным ключом вот здесь колодки можно развести чтобы легче было вытаскивать суппорт снимать его и сразу же вот цепочка чтобы его повесить цепочка для тех кто любит поправлять на очереди у нас вот эта шпонка распрямляем усики убираем кстати вот коробочки у меня кончились поэтому использую коробочку для крепежа от коробочки от самой ступицы идут вот эти болтики под крестовую отвертку но обратите внимание здесь необычная крестовая если вы хотите найти проблем а вот с толстыми крестами большой плюс ph3 иначе можно сорвать грани сама ступичная гайка под головку на 32 ну срывать как вам будет проблематично это один вопрос я сорву пневмой для меня это не проблема так гайка ослаблена дальше ждет небольшая разочаровашка это вот тормозной диск он не особо хочет слезать со ступицы но они со временем сжились хорошо что вот эти шпильки они как бы меняются в комплекте со ступицей но плохо вот нельзя пока робить вот эту резьбу поэтому вот я накрутил гайку на нее чтобы если вдруг рука дрогнет и молоток промахнется не испортить резьбу шрус и не потом не мучиться так хитрость здесь в том что вот в эти отверстия из которых мы выкрутили маленькие болтики под отвертку в них вкручиваются болтики чуть большего диаметра и они как бы работают как съемник аккуратно их подтягивая по очереди и постукивая вот по этой части ступицы можно высвободить тормозной диск с его насиженного места вот у меня уже почти все готово болтики я взял немецкие не теребите свой компьютер или телефон качество упало из-за того что у меня сел новый телефон приходится сейчас снимать на старый вот диск снятый видно стало ступицу вот она красавица там внутри видно болты которые крепят но они так уже так скажем под ржавели чуть-чуть он они раз два три четыре ну немножко в дешке небольшой перекурчик чтобы не найти себе проблем на пятую точку что хорошо в новых шпильках у многих шпильки срываются со временем все таки их постоянно откручивают закручивают они постоянно испытывают нагрузку если материал не очень хороший допустим в китайских машинах шпильки часто рвутся или изнашивается резьба здесь мы сразу меняем новую ступицу с новыми шпильками и все ништяк так еще плюс совмещенного со ступицей подшипника это то что он не так требователен к моменту затяжки то есть если обычный подшипник двухрядный вы затягиваете от этого зависит как будут кататься там шарики или ролики то здесь все в сборе и фактически от того как вы затягиваете вот вы затягиваете внешнюю обойму так то есть меняется он внешние обоймы затягиваете вы шрус от этого уже так сильно это не влияет не зависит все в этом прелесть совмещенных подшипников ну и конечно же то что их достаточно просто менять просто открутил заменил и поставил новый не надо ничего выпрессовывать запрессовывать там что-то мудрить выпендриваться все поэтому и меняю я сам еще одна причина почему я меняю сам смотрите можно просто посмотреть в каком состоянии автомобиль вот например втулка стабилизатора хочет скоро кончится ну с колодки стояночного тормоза какие-то печальненькие уже сами вот тормоза там колодки можно глянуть тоже как бы просят чтобы их на уже заказали можно так вот запланировать что дальше менять найти какие-то попутно косяки подправить подтянуть почистить там смазать большущий плюс никто в сервисе вам таких услуг не предоставит от того как вы открутите вот эти четыре болта крепящие саму ступицу много зависит а точнее зависит насколько длительно затянется ваш ремонт болты вот такие подголовку на 14 лучше использовать шестигранную головку потому что вот это вот там 12 по моногранной называется у нее зацеп слабый она может сорвать грязь грани если грани сорвутся ну там доступ очень плохой вот они вот здесь здесь и вон там в принципе я их все открутил не снимая дополнительно амортизаторы или какие-то другие элементы подвески для этого понадобится удлинитель к сожалению как всегда по закону подлости у меня не было его пришлось использовать короткий удлинитель и длинную головку но лучше конечно вот где-то на 150 удлинитель для воротка и головку как я уже сказал шестигранную не спешите пускай в дэшка сделает свое дело и потом можно при помощи молотка и такой-то матери аккуратно открутить все это дело повторюсь будьте аккуратны очень плохой доступ не снимая подвеску и если вы сорвете грани будет много проблем ремонт затянется следующая проблема которая ждала ждет и решается это то что вот элемент стояночного тормоза он находится между местом крепления ступицей самой ступицей вот если посмотрите вот плоскость он вот сюда одевается ну как как прокладка но в то же время еще и стояночный тормоз и он за вот эти годы сколько там одиннадцатого года машина 18 год сейчас где-то 6 половиной лет за это время ну просто к ступице прирос его надо как-то оторвать ну желательно не разбирая все это дело поэтому я опять же все это залил в дэшкой и жду пока хоть немножко откиснет чтобы можно было как-то при помощи того же вот молотка все это дело рассоединить после не столь продолжительного времени я все-таки пришел к выводу что выпендриваться там делать все на весу смысла нету стать вот этот тросик стояночного тормоза достаточно легко отсоединяется вот смотрите вот эта скобочка вот здесь отверткой она поддевается вынимается так все он уже тросик небольшую подвижность начинает иметь вот одной рукой вот этот крючок оттягиваете сюда другой выводите тросику так наверх и в бок все здесь есть зацепление и как бы все снято вот они отверстия довольно плотно он садится примерно пас ну вот видно живут заподлицо а вот здесь вот почти сантиметр в итоге все вот это я опять проливаю в дэшкой туда он в отверстие немножко аккуратно вот брусочек на брусочек кладу колодкой и вот этим пыльником который жестянки он сразу погнется вот очень подошло по диаметру вот эта штука удлинитель от средней средних головок или как они называются вот он он прям упирается он туда видно в резьбу в начало резьбы и по нему бах-бах и как бы можно выбить но сразу видно вот оно пошло и пошло сразу на и кривь и снова закусило поэтому надо равномерно выбивать вот четыре отверстия как-то играть по ним и она разъединиться ну можно сказать ура основная работа сделано все разъединил это пока лежит помните я начинал говорить о том что ну классно когда сам делаешь ремонт может параллельно еще чем-нибудь труднодоступное там еще не вышедшие из строя но уже собирающиеся накрыться отремонтировать вот смотрите у многих машин проблемы с abs ну то есть вот вот x в нем там не только abs будет но и вроде как стабилизация там вот это все полный привод ну и прочее вот это беда улажная фигня которая связана с датчиками abs смотрите вот датчик на нем со временем скапливается ржавчина ну он же магнитный все таки на нем на него примагничиваются все вот эти продукты износа продукта ржавения и вот смотрите нашуся ответная часть видно вам вот эти вот прорези как раз они являются волнами для датчика abs скользит магнитная индукция ля ля фа ну честно говоря магнетизм хреновая в школе учил почему-то не дается мне что-то механика легко а вот магнетизм сложно в общем вот от того в каком состоянии вот эти вот прорези и вот этот датчик сколько на нем грязи налета вот всего что может помешать правильному импульсу зависит то сколько будет все это дело работать вернее как это все дело будет работать собственно добраться видите до него очень сложно либо вы шрус скидываете 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 и чистите все либо вот так же вот как сейчас ступицу в общем то что мешает сейчас потратить 5 минут на то чтобы в будущем у меня не было таких проблем в принципе вот экватор пройден можно начинать сборку перед сборкой вот все очищено три раза чистил продувал все вот эти вот пазики каждый пазик в отдельности все обдуто никаких никакой стружки металлической пыли грязи все что можно вот здесь вот по периметру прилегающей плоскости очищены от коррозии потому что от этого зависит зазор это как станет подшипник ну не принципиально конечно не смертельно можно и на грязь посадить но развал и прочие параметры вот от этого тоже зависит вот здесь вот плоскость тоже вся очищена она же прилегает к той а к ней прилегает подшипник вернее в нее прилегает подшипник не важно короче зависит они вместе поэтому и делаем так можно начать сборку в обратной последовательности ручной тормоз на место все и ступицу чуть-чуть не забыл сказать но в некоторой технической литературе я читал что вот эти шлицевые соединения они тоже требуют смазки то есть здесь я тоже все очистил батарейка села фонарик не работает так все очистил и вот как бы есть смазка для шлицевых соединений насколько знаю у меня вот литиевая никто это в основном не делает но не раз я честно говоря не встречал в живую что бы видел смазанные шлицевые соединения но вот как бы делаю же для себя не жалко один раз пшикнуть так в том чтобы затянуть ступицу оттуда сзади четырьмя болтами на 14 никакой хитрости нет этот болт затягиваем обратной последовательности тоже особо ничего интересного так тормоз ручной по опыту работы допустим с бмв небольшой есть у меня такой скажу что фокус скажу что вся вот эта конструкция достаточно склонна к ржавению ну потому что высокая температура относительно и влагой и всякая гадость иногда металл хреновый поэтому вот все я продул сами колодки ни в коем случае не смазываем это блин извините меня надеюсь для вас ясно вот вот такие мелкие элементики вот снизу видно регулятор который разводит колодки он очень нужны на этой машине потому что вот не знаю как вы а я не воспринимают ножной тормоз ручной ручной ножной тормоз но это как-то даже бредоносно звучит и бывает прокатываюсь на нем колодки стираются и надо все-таки его регулировать чтобы машина не вставала на стопере в а кпп чтобы их ну лишний раз не травмировать не знаю вредно это или нет но как бы лучше на ручнике поэтому все смазано чтобы не сгнило так глядите сюда немаловажный фактор многие про него забывают в попыхах уже как бы все почти собрано ништяк все ништяк быстрее быстрее бы поехать вот вот эта плоскость которая прилегает к ступице от того как она очищена зависит соосность ну оси вращения тормозного диска и ну всего-всего грубо говоря колеса если вы вот это все похерите здесь будет грязь продукты окисления ну может стать криво появится биение при торможении дисбаланс даже от балансированных колес и прочие такие неприятные мелочи которые ну возможно вы даже не почувствуете но на общее техническое состояние автомобиля они будут влиять потому что из лишние вибрации это по 2 ну как бы подшипники быстрее летят подвеска быстрее изнашивается тоже ли самая резина и даже влияет на управляемость и так скажем вот на держак тот самый держак которого все хотят нормальные пацаны и не забудьте вот эта плоскость она ржавеет прилегающие к ступице ее хорошо бы почистить щеточкой металлической и смазать чем-нибудь допустим той же в дешкой там все очистить ну мне я уже сказал придется лезть скоро в ручной тормоз поэтому для меня это особенно важно диск когда вставляете смотрите чтобы не перевставлять вот отверстие под болтики они должны сходиться блин не короче ну видно что там резьба мне видно вам не видно вот и еще смотрите вот если у вас диск не вставляется по какой-то причине там колодки ну и диск изнутри изношена колодки сильно разведены бывают помните я показывал крутилку внизу просто сводите колодки свели одели диск и вот через это отверстие она кстати в стандарте закрыта вот такой резиновой пробочкой через него снова разводите регулируете колодки как-нибудь в ближайшем будущем ну когда сделаю тормоза задние покажу видео как все-таки настроить ручник аккуратно у меня кстати последнее время вообще шикарно получается это делать прямо на два-три щелчка я вот ребятам настраиваю они радуются ездят на ручнике их жены потом но им хватает на месяц-два все равно поэтому отдельное видео будет как настроить ручник все объяснил как диска засунуть надеюсь если вы с этим столкнулись с такой бедой это вам поможет так в принципе как там тормоз поставить колесо прикрутить это я даже не буду показывать надеюсь руки у вас откуда надо растут что хочу вот в конце сказать на все про все ушло два с половиной часа делал первый раз второй раз на часа два уйдет не больше обычно все говорят вот грубо говоря у меня справа там навернулся подшипник слева тоже ездит по одной и той же дороге скорее всего скоро тоже навернется я на всякий случай купил его но вот честно скажу сейчас диагностику сделал ну то есть поднял покрутил шума нету и вот этого вот люфта нету вертикального который может быть также кстати от там всяких шаровых до сайлентблоков но не факт сейчас нету ничего поэтому я просто ложу 2 подшипник вон в пакете так он в пакете останется до момента когда навернется этот ну так скажем зачем менять хорошую запчасть и во вторых не факт что она как бы скоро накроется допустим на том же peugeot 408 я поменял один передний ступичный подшипник хотел второй менять уже он был заказан но не поменял и до сих пор второе вторая сторона ездит на заводском подшипнике уже я даже забыл сколько лет поэтому не торопитесь запас конечно карман не тянет поэтому просто пускай про запасе лежит как навернется быстренько можно будет отремонтировать надеюсь помог всем пока